Препятствия в казахстанском законодательстве для введения 4-дневной рабочей недели предложенной Международной организацией труда ООН, нет. Об этом сообщает Касправда со ссылкой на вице-министра здравоохранения и социального развития Даулета Аргандыкова. Введение укороченной трудодневки так взволновало отечественных трудящихся, что эту идею прокомментировали в Кабмине. Согласно отечественным нормам часа дней в Казахстане работодатель по согласованию с работником или его представителями вправе установить 4-дневную рабочую неделю. Обязательным условием при этом должно стать соблюдение минимальных трудовых гарантий. То есть работник должен трудиться не дольше 40 часов в неделю, получать за это зарплату не менее 19 996 тенге, получать сверхурочные, если перетрудился или вышел на работу в праздники или выходные дни. Все остальные вопросы обговариваются в индивидуальном порядке, лично работодателям и работникам. В Павлодаре разыскивают группу молодых людей, которые записали на видео свои издевательства над раненым пеликаном. Историю о том, как парни на моторной лодке устроили погоню за птицей, которая никак не могла взлететь, на страницах экспресс-ка. Появление в Павлодарской области кудрявого пеликана специалисты в принципе называют редким явлением. Обычный ареал обитания птицы – это юго-восток Европы и запад России. Но группу молодых людей, похоже, данный факт никак не удивил. Вместо того, чтобы просто наблюдать за поведением диковинной птицы, они устроили сафари. Поймав пеликана, живодеры попытались растянуть ему клюв. А один из мучителей предложил пустить под нож редкую птицу, которая, к слову, занесена в Красную книгу. Кудрявый пеликан – сегодня исчезающий вид. И сейчас общественники готовят обращение в Республиканский союз защиты птиц, чтобы запретить весеннюю охоту на все виды пернатых. Потому что это время, когда крылатые начинают гнездиться. Казахстанский школьник примет участие в международной выставке «Экспо-2017», сообщает агентство «Информ КИЗ». Илья Сбекпаев предложил оригинальный источник электро- и теплоэнергии. Вместе со своим руководителем он приспособил подлежащую утилизацию авиационный газотурбинный двигатель для выработки электричества. При этом работает двигатель на природном газе, что, к удивлению опытных производителей, может решить сразу несколько проблем, в том числе экологическую. Отмечает агентство, что один такой двигатель может снабжать электроэнергией целый жилой микрорайон. Более того, если усилить установку котлом для нагрева воды, можно обеспечить району горячую воду и тепло. Продолжение следует...